смотрю дом здесь прям в старом городе вот вот этот вот по моему его обновляли но оставили старом в старинном стиле покрасили переделали освежили когда последний раз было по моему там только обитые камни были сейчас не помню но вроде бы да потому что внутри еще есть пару домов на продажу там уже крыши обвалились цена высокая покупателей нет потому что старый город больше не для жизни а для для туризма что хотела рассказать наверное вы видели такую весь новость по крайней мере в инстаграме даже рассказывал кто живет в черногории что был такой соревнование было очень международным кто дольше пролежит значит ты лежишь и не встаешь это была группа людей мужчины и женщины в одном помещении мне всегда вот это интересно было здание я его обойду посмотрю что там на самом деле витражи какие-то я всегда мимо проскакиваю сейчас только поняла а я миллион раз проходила никогда не смотрела не знаю обратная сторона церкви но относится ли это к церкви непонятно это мужик что-то делают перестраивают такие вопли на все кругу здесь ведь как слышимость обалденная кто-то высморкается и вся весь старый город об этом знают так новость значит люди в одном помещении находились такой знаете на тюфиках лежали и у них было по моему полчаса в день время по 15 минут два раза чтобы они поднялись сходили в туалетом что-то такое все в основном лежа ты можешь читать можешь тренироваться можешь еще что-то перекатываться если хочешь по полу но ты не должен вставать и вот я помочь это не знаю на 44 день еще смотреть ну как смотрела не смотрела видела вести сейчас не помню точно сколько они около двух месяцев пролежали это был какой-то рекорд прям определенный суть в том что награда дождите-ка секунду пропустила прошла мимо женщины заливает что-то там то ли замазали перед дверью в общем да елки-палки подожди не люблю людей в кадр ловить тем более вижу мужик тут разговаривает на телефон там пути господи какой чудом он мне так посмотрел я думала пройду через старый город никого не увижу запишу нормально тут вуприк какие-то корейки все белые бегает стройка несколько домов смотрю обновляют поправляться так вот не тут обходить далеко как это в фильме бриллиантовая рука знаете черт побери когда бегали по старым улочкам держали они короче на этих тюфяках почти два месяца награда была 1000 евро у одной девчонки родители уже чуть не озверели говорят приезжай домой возвращайся дурью не страдай кошка такая красивая мы тебе больше дадим в два раза подымайся и это завязывай с этим она до последнего в общем лежала и еще один парень и они в принципе оба победили но победитель мог быть один я так понимаю что им уже и самим это дело надоело они встали по договору типа давай ты и я поднимаемся там не знаю торжественно взялись за руки и вышли из этой комнаты девчонка считается победителем взяла награду и у многих было такое спорное впечатление что действительно если посчитать время проведенное в этих лежаках и сколько ты реально мог за два месяца заработать конечно это глупо и вообще прикиньте первый раз на она вышла через эту улицу здесь видула что я к центру выйду старым а я уже тут при возле кафешек летних сейчас их нет блин в общем такая вот история следующем году будет опять такая тема это поняла что это ежегодно эти соревнования вот кто хочет полежать за тысячу евро пишите заявление включайте себя в списке здесь кстати кафе еще многие работают смотрю и сувениры кое-где продают еще месяц назад движуха была хорошая такая туристов много сейчас уже постепенно конечно все глуши и глуши к новому году вообще все закрыть